Будьте добры, скажите, пожалуйста, я представляю среднюю школу гуманитарную гимнадию и представляю, как можно учить ребят дистанционно гуманитарную дисциплину. Но что делать с опытной экспериментальной базой для специалистов естественно-научной дисциплины? Тогда, когда эта опытная экспериментальная база должна быть настолько мощная, ну я не знаю, грубо говоря, тот же коллайдер или какая-то опытная экспериментальная база, в виде там дельфинария для зооруков, с этим как быть? Вот когда знания передаются путем опыта, поставленного здесь сейчас на очень дорогостоящем упаковке. Спасибо. Я думаю, что, моя точка зрения, что сегодня уровень накопленных знаний в использовании компьютерных технологий еще недостаточен для того, чтобы, скажем, свести все именно компьютерному моделированию, какие-то симуляции и так далее. Наверное, к этому и стремиться не нужно, потому что вот все, что связано с естественной природой, для детей, для океанариума и какие-то другие вещи. Но там, где они есть, это очень хорошо, надо с ними заниматься, а там, где их нету каких-то вещей, то, наверное, так сказать, и компьютерного моделирования тоже хорошо подводят. Я могу только сказать, послаться на опыт моих друзей в Корее, как они поступили. Люди, восточные люди, мудрые, они находят интересное решение. Они, в отличие от России, не пошли на такую вот, как бы, такую декларативную, стопроцентную информатизацию. Они сделали для себя такие выводы, что не все преподаватели школ могут освоить на, так сказать, официальном уровне компьютерную технологию. И добить США, чтобы они освоили все компьютерные технологии, там, в высочайшем уровне, практически невозможно. Ну, что делать? А меня теперь преподаватель, решённый, делал изменения, то, что ничего причины не даёт, они взяли следующий момент. Они взяли выборные школьных дисциплин, наиболее трудные, наиболее трудные, которые для детей трудны, или и для школы трудны. Для детей трудны, со стороны трудности, и школа не может эти трудности разрешить, ну, потому что нету добротворительных базов, и вообще чего-то не хватает. И ясно, что, скажем, и создать это невозможно. Когда они сделали следующее, они взяли вот эти предметы, которые сложны, трудны, они, государство вложилось, вложилось, они сделали довольно серьёзные, я бы сказал, что даже очень серьёзные курсы, очень серьёзные, серьёзные курсы, компьютерные курсы по этим дисциплинам. И это сделали не враг школы, родные или регионы, или районы, субъекты, федерации, а сделали на государственном уровне. Создали, так сказать, государственные ресурсы, государственные цели, где они у нас бесплатные, так сказать, доступа для учителей, ну, для школ и для учащихся. Задача школы, преподавателей школы, со связок в том, чтобы рекомендовать школьникам пройти эти курсы в обязательном порядке. Значит, эти курсы сопровождались квалифицированными тьютерами. Если в школе заходят, или у них что-то какие-то проблемы, то тьютер, всё-всё-всё, эти проблемы разрешают. Каких успехов они добились, я цитирую на решение «Девенеска» от 2006 года, что успеваемость по этим дисциплинам, по этим предметам повысилась на 40%. Я думаю, это как-то нарушил. Сейчас был большой, возможно, я не очень корректный вопрос задала. Больше интересовала, конечно, подготовка специалистов тех же самых магистров, высшего учебного заведения. По специальностям естественно научного цикла, я считаю, что отличие есть значительное от подготовки специалистов в университетной сфере. Если в вашем возле есть какие-то особенности решения этого вопроса, ладно, пожалуйста, спасибо большое. Ну, я с вами здесь не могу не согласиться, но это действительно существует. Можно только вот ещё вот здесь снять одно, что заслать. У нас специфику России заключающиеся в отношении. Что по непонятным причинам, совершенно грубо, можно только объяснить такой, скажем, отсталостью, не более того. Значит, в Российской Федерации практически не готовятся специалисты по таким очень важным специалистам, как инструкцию дизайна, так как специалисты в области образовательных технологий, специалисты вообще по электронной педагогике. Таких специалистов нет. Их просто идти нельзя найти. Сколько не давай объявлений, второе гений найдешь. Для того, чтобы она была в нашем университете продвинуться, решить какую-то задачу, мне пришлось 40 с лишним человек обучить в Голландии. 40 человек обучались в Голландии, в университете Твенто, 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 как Твенто, да? Вот в университете Твенто и по, вот именно по этим, так сказать, специалистам. И таким образом, как эти вот специалисты, они разрешают эти вот некоторые, так сказать, споры, или, ну, такие интеллектуальные конфликты, которые возникают, это можно, это нельзя. Они просто объясняют, как это можно, а если нельзя, то значит и нельзя, да? То есть, это какое объяснение. Вот это вот, да-да-да. У нас тоже это, ну, серьезные были дискуссии на эту тему, это нельзя, и там нет, и это невозможно. Но находятся специалисты, вот в области инстрашненов дизайна, и говорят, что, ну, знаете как, возможно, возможно, давайте попробуем, давайте посидим вместе, разрешим, пригласим специалистов по образовательным технологиям, которые решат вот задачи. И на самом деле, вот я могу сказать, что, ну, в последнее время не было таких вопросов, которые бы, вот как-то не могли разрешиться. Спасибо. Спасибо. И последний вопрос на этой сессии. Сначала, наверное, не замечательный, то есть, мысль и слух. Вы сказали, был вопрос об обязательности посещения, и вы когда в своем докладе говорили о классических университетах, один из которых я представляю, Санкт-Петербургский университет, вы сказали, что наш университет свободное посещение. В Санкт-Петербургском университете оно свободное со XVIII века, то есть, хотя бы классический университет, у нас там уставе написано. Но, тем не менее, есть такие предметы, как, например, английский язык, и вообще финансовый, иностранный язык, простите. Вот, когда возникает вопрос о регулярности, мы знаем, что здесь есть некая необходимость посещать эти занятия. И на самом деле во многих университетах, которые занимаются проблемами тифрового обучения, электронного обучения, я являюсь сторонником большим в продвижении информационных, коммуникационных, технологий в обучении преподавателями на странах, но тем не менее, эти же специалисты пришли к выводу, что все-таки самая лучшая форма является блендинг-доним, смешанное обучение. То есть, когда у нас есть лекции с преподавателем, вы сами назвали цифру 30%, а у вас тех, кто-то все-таки не смог использовать для своего образования только открытые образовательные ресурсы. Вот как быть с этими третий упагаоцентными? Должны ли мы их списать со счета и научить, как все остальные? Мне кажется, это не совсем правильно. Как вы решаете вопрос о смешанном обучении в вашем университете? Спасибо. Когда на одной из конференций, которая проводила ICD, прошу прощения, проводила ЕДДУ, мы выступили с этим докладом относительно того, что так получается, мы пригласили коллег, что давайте поисследуем дальше, это может специфика на университете, это может быть специфика на одной стороне, может это и более, так сказать, универсальный подход, да? Да, спустя некоторое время было интересно, сделано сообщение, доклад на эту тему, делал специалист из Голландского открытого университета, просто не помню фамилию этого, профессора, который взял такой прогноз, что в связи с развитием электронного обучения в университетах останутся только слабые студенты, сильные студенты уйдут в открытые, в онлайновые, или вот сейчас обучение с помощью МОКС и так далее. Ну, я как бы так и возразить не могу, и согласиться хочется, да, но в то же время и пока нет оснований именно согласаться с этим, но факт есть факт, что очное образование в этой ситуации привлекательно для слабых, слабых студентов. Вот, да. Как это? Как это? Здравствуйте. Ну, Валер, у нас сегодня тоже говорили, там, профессор Барис, там, в маленькой благоинтеннешней стиле, гавнеровской, да? Вы упоминали, у вас, по-моему, в слайде было, о том, что разные типы, да, разные когнитивные стили, разные все-таки стили студентов. И сейчас я вам скажу больше, многие студенты говорят, ну, давайте все-таки что-нибудь, вот давайте книгу возьмем, давайте бумажный листок подержим все-таки в руках, как тоже все вот эти экраны. Конечно. Лаборатория, простите, это и без ровни, господин Вилов, у меня отчество вашего нет, она, конечно, делает чудеса просто по истории, это все очень важно и все хорошо, но мне все-таки кажется, что мы немножечко забираем людей из реального мира, наших будущих специалистов. Я понимаю, что им будет другое общество, и другое труда, и другие компетенции будут востребованы, но не является ли это все-таки отходом от реальной жизни? Это то, что, наверное, вопрос дискуссионный, может быть, даже в фронте. Ну, я думаю, что такая точка. Зарей не то, что им может ли пенис иметь право, там, он может продискутировать за эту тему, но, ну, специально надо выбрать время. Я буду говорить в английском, но я бы хотел сказать, что когда я спросил о компактах и синхронизированной коммуникации в любом уровне, в любом уровне, в школах, я уже не разочаровывал, когда мы думаем, что мы уже не просто будем делать традиционно и проютничество в одной линейке, потому что всё, что происходит в традиционном можно преимущественно с solidными компаниями и технологией. Недавно функционируем. It is not less efficient, it is not, in languages especially, in our university we have 26 languages that we teach online and there are good examples, let's say one, I don't know if you have ever tried software which is used for desktop video conferencing, let's say, with different possibilities and when you need to assess or to organize it, let's say imitation or modeling, when you need to hear speech or discussion or reading in written or oral form, it is the same. I understand that you sometimes need to breathe in the same audience with the same air and this is mostly psychological. Sometimes when you go discuss and negotiate that psychology can be taught online. I don't know, I'm not from psychology here, I mean, you know, we also have regulations that don't allow us to have full programs in psychology, maybe also other areas that restrict this participation. But if we start losing, let's say, students who are not able to come physically to the audience but may connect online in a synchronous session and demonstrate their abilities and even skills, linguistic skills, I don't see this. I don't see this, the obstacle and actually then we don't need, we must agree that synchronous communication is possible both on-site and using technologies. We just need to know which technologies and when to apply. Not necessarily 100% anything. That's a very short segment. I'm Mr. Stracko with the Open University of Netherlands. We are only doing online education. And by the way, our faculty of psychology is one of the biggest one. Online education only. We have not better, we have not worse students, but we have different students with different motivations and that makes difference. Thank you. Thank you. That was half of my comment, so I appreciate that. The other half of my comment, in addition to the difference in students and differences in learning and perhaps you're able to comment on multiple intelligences, I think it's important to say, and I think this goes also to your presentation, that there's a lot of difference in the quality of what is provided in online learning. For example, just one quick example. I prepared to come to St. Petersburg. I have an iPhone. I went and I looked for the best apps in Russian. I downloaded one for free. It was terrible. I downloaded one for 10 US dollars. 65 rubles. 650 rubles, excuse me. Expensive for a app. And I learned Spasibo. And the rest was too complicated. Now maybe because I'm a professor. Or maybe because the app was not sufficiently geared to somebody like myself. So it's both the individual differences but also the quality of the material that we produce online. And that helps to also potentially explain the 30% or 50%. We know it's much worse actually with moves. Much worse than 30%. It's like 80% that don't continue to complete moves depending on how you know how to define them. So thank you for the first half. That's my second. Yeah, I think this is touching upon an important issue which will continue. It's not only, but the knowledge of human beings, how it is required, how fast, in which circumstances. I don't think there is any receipt for this or any, you know. I don't think so. But I think that all that are in the congregation, they would like the students to have their own knowledge experience. They also would like the students to, if needed, to take a break and to continue it two years later without being excluded. They would like students to have sufficient support. I think that is an extremely important issue. And what I'm looking around the world is that some politicians in particular, they try to sell in cheap online education. And by doing that, they are fooling, one, the taxpayers, two, the students, and three, themselves. Because this will strike back on the quality of the society at the end of the day, right? So I think that there is a number of issues that is related to quality that need to be discussed. And from that we can have a culture, quality, which would be a human movement that will, I think, in the end of the day be the best guarantee for having quality of the outcome. When it comes to the number, we see that the number, you know, the repercussions rate, they vary extremely, as they do in conventional education as well. I have to say, in my country, which is a rich country, and it's ranked quite high over years in education, we have a dropout rate over ten years in higher education on 4.0%. Not online, on campus. 4.0. Yeah? So how do we deal with that? That is a headache. I think that's something with the system to do, you know? I think, I suspect, I don't have evidence, but I suspect, it is because we have implemented the location for the elite, for the masses. Yeah? So if, you know, so, and this is a long discussion, I know that, but we have, in vocational training, we have dropout rates that are up to 8.0%. Would you believe that? It's on campus. Yeah? So if you look in the statistics for the world, you know, statistics is lies, lies, lies. I know that, but it isn't, at least something. You will see that the issue of dropout is all over the world. I think there are so few countries that have low dropout rates, I don't know if I would like to be a student. I would like to say that I started blending them. Not, I'm not against the open education and MOOCs. I'm for them. But I think that they should be blending them and they should, they should have a right to come to a person whose experience to have a job. And maybe not like me, like a gentleman, but like a gentleman, with gray hair, who has lived a long life, and to have a sort of consultation to give, you describe them of the right of non-solvency, when you insist on having only open education. That's my opinion. I would like to participate in this discussion. I would like to participate in this discussion. The discussion, which is now, is a character for people who will sit here on the board. People who are working with the students who are working in the field of education, who are willing to be a student, who are willing to be a student. Вот именно в этой плоскости идут взрывы дискуссии. Забываем вред, что настоящая учеба начинается после университета. Когда человек выходит из стены университета, уже начинается для него настоящая жизнь и настоящая учеба. И учиться ему приходится всю жизнь. И следующий человек говорит, а как ему учиться всю жизнь? Каким образом? Больше классов не будет, и профессоров классов тоже не будет, да? Знания придется добывать самому. Ну и, значит, научили ему добывать знания, как следует научить, если научили пользоваться всеми поисковиками, аналитикой, размещением, хранением и прочее, то человеку проще набывать знания. А если, ну так вот скажем, как традиционно, значит, диктует большими буквами, да? И приходится давать экзамен. Конечно, это несчастные студенты, но кто-то приобщится, но кто-то и никогда не приобщится, потому что это трудно, это очень трудно. Это нужны навыки и годы, годы серьезной работы, да? Я наблюдаю, как бы мне было прекрасно набоработано, а важно, интересно наблюдать за этими процессами что-то происходит. А на самом деле вообще про обучение в течение всей жизни, это вовсе не лозунг. Конечно, использовалась такая политическая картинка такая, политический лозунг. Но на самом деле для каждого из нас обучение в течение всей жизни – это жизненная философия. Поэтому мы здесь, потому и профессора, да? Поэтому мы, как бы так, ну и в области интеллектуальной леди, как сказать, в этом сообществе изволен состоять, да? Вот, да? Потому что мы учимся всю жизнь. И сегодня мы опять чему-то учимся. Правда? Спасибо. Упомянули про использование образовательных образовательных процессов. В чем в процессе оружия? Какая-то статистика есть? Насколько они полезны? И дают действительно, как бы, те данные здоровья, которые востребованы? Ну, вообще, я хочу сказать, что если развить ту мысль о том, что разные страны находятся на разной стадии готовности в данном процессе, в результатах, то, пожалуй, самые Соединенные Штаты, там с открытыми образовательными ресурсами, как бы, вопрос решен. Австралия находится на очень продвинутом уровне развития. То есть у них разработана шестиступенная система сертификации. И в зависимости от объема контента, который усвоен учащимся, он получает либо бейдж, либо сертификат, либо диплом. И, ну, то есть там очень много ступенчатая система. Как бы, тут были упомянуты навыки 21 века, но необходимость повышения квалификации, она порой не требует, ну, то есть дополнительное профессиональное образование, оно не требует такого количества часов, такой продолжительности и интенсивности. Порой человеку нужен совсем небольшой, так сказать, курс для повышения квалификации. И тут ставится вопрос о том, что существует курс полный, из него вычленяется модуль. И это, так сказать, прохождение обучения по этому модулю дает право на получение бейджа, ну, значка, условно, или какого-то мини-сертификата. И в результате работодатель в Австралии может принять решение о приеме на работу человека, который имеет какой бейдж, потому что он обладает необходимыми навыками. И вдруг прошел обучение на обладение этими навыками. Друзья, спасибо за интересную презентацию. Скажите, пожалуйста, а какая мотивация для преподавателей в России вкладывать материалы в этот источник? Это проблемы существует, это на пульфа, акция, какой вид в обучении человек подавательских детьми есть? Ну, значит, господи, вы поняли очень философский вопрос на самом деле, Потому что всегда существует конфликт, с одной стороны, между альтруистической миссией академического сообщества делиться знаниями, потому что это было оплачено государством, а с другой стороны, существуют коммерческие интересы конкретных педагогов, допустим, получить вознаграждение за издание. И вузов привлечь студентов на платное обучение. То есть этот конфликт не существует, но, так сказать, я не знаю, может быть, аэридер мне поможет здесь как-то быть. То есть в России у нас есть немножко проблема в этой сфере. То есть не готовы действительно еще академическое сообщество. Процесс пошел, но, так сказать, просто на определенном этапе, скажем, 10-15 лет тому назад, министерство поддерживало национальные, федеральные образовательные порталы. И большое количество образовательных материалов было выложено информикой об открытом доступе, там был такой дисклеймер, что можно использовать в образовательных целях, но бесплатно можно использовать. Но с тех пор политика министерства немного изменилась. И на самом деле очень часто политика министерства влияет на это. Сейчас порталам не уделяется уже такого большого внимания. Сейчас акцент перенесен на муки и национальную платформу. Поэтому каждый должен решить этот вопрос для себя. Потому что наравне с тем, что существует движение открытых образовательных ресурсов, существуют еще другие движения. Это open access, это open archive. Когда люди сами выкладывают в архивы версии своих публикаций, вот последнюю версию перед той, которая вошла в печать. То есть то, на что вы не распространяете, еще выбирает издателя. Ну вот, может быть, дальше... То есть это не зачитывается, вот сказать, о показаниях преподавателей. Я даже не о финансовой стороне сейчас говорю. Потому что вы знаете, что сейчас преподаватели идут большим взаменом показательных находит. И там, и там, и так далее. Получается вот еще, то есть мотивация очень сложная. Потому что вы знаете, что занимаетесь преподавателем, который выкладывает свои информационные ресурсы, которые добавляют то, что засунували на них, добавляют им. Для аттестации и прочее. Вот этот вопрос не так? Вообще, министерство должно было рассматривать этот вопрос. И в принципе, в национальном стандарте учителя сейчас были заложены определенные ИКТ-компетенции, связанные с умением использовать открытые образовательные ресурсы. Не могу с полной уверенностью сказать, что вот среди тех критериев, которые учитываются при оценке эффективности деятельности, есть такой параметр, как открытый образовательный ресурс. Я знаю, что об этом речь ввелась, но, видимо, так сказать, до этого не прошло. Я знаю, что есть несколько моментов. Я думаю, что в месяц или два, может быть, вы будете думать о том, что мы сейчас уже знаем в других странах. Почему мы schauen, как только участие в я стараюсь использовать эти слайды и поддравить их, как сайденциалмирующие, например, на Слайдшире. Мы узнали за нашли коллеги на Слайдшире для участия на Слайдшире, чтобы иметь и взаимодействие, не на финансовой базе, но на профессиональной базе. Я спрятала в Слайдшире, в Гугл, который работает в этой районе, кто в этом районе находится. И это возможность, что вы вообще не уйдете, если вы не висели в Google search. Это я испытываю, и мои коллеги, и в университете. Это уже в университете. Если нет, то есть университет, что также может быть в Крымском, университет не существует сейчас. Это будет случиться. Регулировать аттестацию, педатацию и модернизацию от обреченных организаций, это еще и другие проблемы для этих лайнеров, когда вы оставляете аттестацию, и обращение на курыкуру, по студентам. Если студенты будут требовать, и они будут, и они будут, и вы увидите, потому что вы также будете висели, чтобы получить это в вашей части, чтобы быть, выяснили, чтобы были, чтобы быть, чтобы быть, чтобы быть, по-настоящему, и студенты будут нужны это от вас, поэтому университеты будут регуляции. И мы прошли все это, что когда вы presente вашу курс, вашу syllabe, в этом, в том, что вы должны быть, вы должны быть, вы должны быть, which says, the teacher uses open educational resources or open educational, I don't know what, elements, whatever it is. So this will come, you will see this. But I don't know, in a year, in half a year, tomorrow, or in two years, but you will see that other universities already have this. And teachers are visible worldwide, so you will not be most probably will not be willing to remain in that very, very close area. Продолжение следует... 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 На повестку дня выходит навык навигации в море информации, он становится одним из основных, и вот то, что называется information retrieval и так далее, то есть в прошлые годы, какое-то время, несколько десятилетий назад, первый курс занятий в университете начинался с библиотечной грамотности. И тогда людей учили искать информацию в библиотеках, и упорядочить ее, структурировать, систематизировать. Мы находимся на таком немного переломном этапе, когда, к сожалению, в России конкретно профессия digital librarian пока не существует. Но вообще-то вот эта миссия, она должна быть возложена на digital librarians, и, собственно говоря, наши библиотекари традиционные должны тоже постепенно перестроиться к тому, что изменилось количество информации на бумажных носителях и электронных источниках информации. И, ну вот, то есть, вот мой ответ такой, что это digital librarians, и это на первом курсе университета должен быть в пульсе. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ